Добрый вечер Спасибо, проходите. Добрый вечер Я вижу, что вы силком просто привели своего товарища. Я боюсь спугнуть. Послушайте, ну вы правда заслуживаете личного счастья. Девчонки, подождите, но у нас есть подарки для вас. Давайте, дарите. Лен, скажи, пожалуйста, а ландыши правда не очень полезно ставить в комнату, где ты спишь? Если тебе не нравится запах. Тут очень нежный аромат. Обожаю. У нас еще один подарочек. На самом деле два других букета предназначаются Тамаре и Розе. Герман Шаевич, прожмите ты речь. Мы сюда, мы в тайком пробрались, в оранжереи Института лекарственных растений и сорвали вот эти цветы. И самое интересное, что в свое время они были выведены из неказистого цветочка, но очень душистого, который рос на просторах Шотландии и стали сенсацией викторианской эпохи. Какая прелесть. А как они нам всем подходят. Ну, вы знаете, я вот присоединюсь и все-таки скажу свое медицинское слово, но для нас, для медиков, они имеют огромное значение. Значение именно таково, что они являются основоположниками генетики, потому что доктор Мендель именно на этих цветочках все свои законы генетики описал и обосновал. Поэтому вся генетика теперь наша с вами. Я теперь представляю вашу первую брачную ночь, когда вы будете говорить, нет, вот так, дорогая, нельзя лежать, нужно, чтобы ножки были чуть выше, чем голова, потому что, как сказал доктор Малышева и так далее, это же вынете спинной мозг. О, боже, боже. Как раз для меня подойдет. В самый раз, Лен, в самый раз. То, что надо. То, что доктор прописал. Для замужества, да. В общем, расслабьтесь, Андрей, и получайте удовольствие. Глазом не моргнете, так уйдете отсюда с женой. Дорогой мой. Ну, это реально неожиданно, да, мои друзья. Я еще припомню. Ну, мстить нам не будешь? Нет, отстанет не буду. Это смотря какая попадется. Но мы-то точно не проморгаем сегодня. Андрей, ну вы же были уже дважды женаты. Расскажите, прям коротенько, и у вас двое прекрасных сыновей. Ну, вы знаете, да, был женат, у меня прекрасные отношения. Один брак у вас был студенческий практически, да? Она была ваша коллежанка. Ну, мы вместе учились, вместе сидели за одной партой. А потом по разным все-таки заведениям пошли работать? Или еще и работали вместе? Работали вместе, конечно. Можно я расскажу? Про студенческий брак история такая. Дело в том, что Андрей Петрович служил в армии. Вообще он из очень известной семьи, известной медицинской семьи, известной семьи военной. Его дед был начальником штаба у Жукова. И, в принципе, мальчика могли отмазать от армии, как нечего делать. Был эпизод, когда его дед приехал его навестить. Андрей говорит, я вижу, через весь плац бежит майор. И вижу, дед с лампасами стоит за оградой. И майор подошел, говорит, товарищ генерал, там тра-та-та. Он говорит, вот у вас встреча когда с рядовыми? С четырех? Я бы хотел солдата Прадеуса увидеть. Ему говорят, нет, вы берите его в увольнитель. Андрей Петрович думает, слава богу, дед сказал, нет. С четырех до пяти пообщаемся, а потом пусть служит. Вот такая семья. И вот это в нем есть. Он не говорит, я дал слово, я сдержу слово, в нем вот этого нет. А вот не знаешь, что ты делаешь? Сказал мне, я похудею. Похудел за два месяца на 20 килограмм. Хотя я ему не верила. Как настоящий мужчина, да, вот пошел в армию, отслужил. Я уважаю мужчин, которые служили. Конечно. Когда он служил в армии, то там произошла такая история. Переходили танки переправить через реку, и один танк утонул. И он, ныряя вниз, спас трех человек. Вот спускался по трех метровый друге, вместе со служителем он спас трех человек. И ему за это дали внеплановый отпуск. Вот он приехал, женился. То есть это абсолютно, знаешь, бывают такие ситуации, когда человек вырвался, женился, студенческий брак, денег не было, продавал бананы, вот такой вот был парень. А студенческий брак могла сохранить только ты, вот ты такая верная. Но у мужчин случаются всякие разные потом порывы. Да, и к другим. А скажите, а какая причина развода с первой? Изжил себя брак? Вы знаете, наверное, все-таки мужчина должен сохранять брак. У меня прекрасная жена, она прекрасный доктор, она прекрасно имеет семью и двух детей. В принципе, наверное, если бы я как мужчина был мудрее, разумнее, наверное, в то время мы бы, наверное, и жили счастливо, в общем. Я считаю, что нельзя и работать, и совмещать работу, и жену, чтобы одно и то же было. А второй брак? А второй брак – это уже после, когда я стал работать и жить за границей, то мы жили вместе, работали. И мама моего младшего сына, прекрасный доктор, известнейший профессор, вообще прекрасный человек и прекрасные специалисты. И я очень благодарен ей за нашего ребенка и за нашу совместную жизнь. Мы в прекрасных отношениях дружим. Понятно. Но два профессора, наверное, под одной крышей, это немножко сложно. Мария, не пугает ты, что дважды женат, был двое детей? Ну, у тебя, в принципе, тоже. Но нет, у всех какой-то опыт есть жизненный. Меня тоже не пугает. Андрей, как вы оказались в Афганистане? Ну, одна из задач нашей части, в которой я служил в Северо-Кавказском округе, была подготовка полигонов для вывода войск, которые выводились в то время из Афганистана, и вследствие этого надо было готовить передислокацию для карантина, поскольку много инфекционных заболеваний было, и надо было готовить и войска, которые выводились, и территорию полигонов. Таким образом приходилось такого рода коммуникацию сделать. Он прошение подал, чтобы его перевели. Да-да-да, он просился в Афганистан, и его туда направили. Да, это круто, конечно. Еще и сам просился, это, конечно, вообще впечатляет. А что это была за ситуация, что вы бананами торговали? Денег не было. Денег не было. Молодая семья, нужно было содержать ребенка и жену, поэтому он торговал бананами. Торговлю бананами, ну, приносит. Вы знаете, на лотке в то время, когда торгуешь, то твой заработок зависит от того, насколько хорошо ты делаешь свою работу. Если ты ее делаешь хорошо, у тебя много покупателей. А я знаю, что вот у нас есть видео, я все понимаю, регалии, вам надо создать комфорт, вы потрясающий, правда, и мы каждый день видим по телевизору, я, если успевать, тоже там кое-что, и к вам я скоро тоже обращусь, спина посыпалась у меня после проекта без страховки. Но вообще, какой вы купец-то все-таки? У нас как бы сговор идет и смотрина одновременно. Хотелось бы понять, что купца-то есть вообще. Куда? Молодую, наверное, захотите привезти. Видео у нас есть. Здравствуйте, Ирина Васильевна. Здравствуйте, проходите, проходите. Вот оно, холостяцкое жилище профессора Прадеуса. Комнату окутывают электрические провода, потому что бездушные соседи сверху во время ремонта повредили всю проводку. Ну, а я пожалела только о том, что не взяла с собой никакой еды. У Прадеуса дома есть нечего. Чем вы завтракаете, руководитель Московского центра иммунологии? Ну, кофе, проверка новостей и почты, и старт на работу, Ирина Васильевна. Итак, мы с вами в Московском центре детской иммунологии и аллергологии. Это его руководитель, профессор Прадеус. Весь день доктор Прадеус будет принимать мам и малышей. И все они будут общаться не только с очень профессиональным доктором, но и с человеком, который добрый по-настоящему. Ну, уже совсем почти хорошо. Рабочий день профессора Прадеуса закончится около семи вечера. Возможно, он проведет его один. Он до сих пор так и не женился. Но, скорее всего, к нему придут два чудесных парня. Его сыновья – младший Артем и старший Антон. Все Прадеусы – большие друзья. Да, такого надо в мужья. Смелый. Давай, дерзай. Решительный. Дерзай. Он какой деток любит, видно. Так, два мальчика. Теперь еще и девочку надо. Девочеку надо, сто процентов. Он будет ее любить, мне кажется, очень сильно. Он создал первое отделение в стране доброго отношения к детям. Я уже сейчас завидую вашей будущей избраннице. Я уже ей завидую. Во-первых, я хочу сказать, на самом деле, вот для меня лично не имеет значения ни рост, ни вес мужчины, ни его внешность. Для меня важна персона, личность. Я, когда вижу человека талантливо в любой области, меня это завораживает так, вот я внутренне, например, готова служить мужчине. Правда, нисколько-то не некрасивое слово. Если человек более значим, чем я, я могу себе наступить на горло и буду делать все для того, чтобы вы жили, развивались, были счастливы, и чтобы вы служили другим людям. А вы именно такой. Поэтому вам нужна женщина, которая будет вас просто обожать и делать все для того, чтобы вы были здоровы, чтобы у вас была в порядке нервная система, чтобы вы на работу шли с огромным удовольствием и домой, чтобы вы дома распрямлялись и отдыхали. Вам нужна абсолютно верная, прекрасная, мягкая, мягкая, любящая вас, которая прям будет говорить. Мои глазочки, мои пальчики, мои губочки, любименький, мой родной, вот прямо единственный спасибо, что ты в моей жизни появился. Его есть за что обожать. Вот именно его достижения, его образ жизни, его миссия, которую он вообще выполняет, да, на самом деле за это можно обожать. Просто потому, что он детский доктор и то, что он прекрасный человек. Что вы, друзья мои, вы... Одну секундочку, подожди, Ларис. Я же нас на программе, ну вот по поводу приданного купца поняла, А, я тут еще за одну очень важную тему отвечаю. Секс. Вот вы мне скажите, Андрюшенька, да. А я думала, Лена отвечает за секс. Она на себя на программе отвечает, а на нашей программе я отвечаю. Мы отвечаем за здоровый секс. Вам нужна вот прямо такая вот хозяюшка, про которую тут творится. Я ни одного слова не сказала, хозяюшка. Ну, я имею в виду, такая вот прямо... Или сексуальная женщина. Вообще секс как-то присутствует еще в жизни? Он вообще не думает об этом. Откуда ты-то знаешь, Лен? Я его знаю. Ну, эту часть жизни я смею надеяться, а ты не знаешь. Конечно, я не знаю сексуальной части жизни, Андрей Петрович, но он герой пушкинской эпохи. Он не из тех, кто впрыгивает в пушкин. Выпрыгивает... Нет, я говорю про другое. Об этом речь. Речь идет о другом. О том, что, смотрите, вот в современной жизни в нашей, к сожалению, вот то, что мы называем институтом ухаживания, практически утрачено напрочь. То, что позволяет людям близко и тонко друг к другу узнать, даже до интимных отношений, или именно до интимных отношений. Сейчас этого нет практически. А этот человек именно из той эпохи, из пушкинской... То есть он долго будет запрягать? Мы не знаем, А он еще ездит или нет? Он точно не будет там говорить в программе. Андрюш, скажи мне, вообще нужна еще вот прямо активность в этом плане? Да, я тебя сейчас прямо найду. Знаешь, как раньше говорили? Если мешает грелка, значит, уже согрелся. Если мешает женщина, значит, уже остыл. Вы знаете, я могу вам сказать так, что если вы посмотрите на мои залысины, как раз они говорят, как раз подушки здесь, а здесь тестостерон. Да, то есть у вас все в порядке. Хватит пытать. Все хорошо, посмотри на глаза. Слушай, а может и мне что сгодится-то? Чего ты? Я сейчас... Нет, ему такая не нужна. Почему такая не нужна? Потому что ты впереди паровоза бежишь, ему нужно, чтобы было чуть-чуть... А я отойду, пососу на программе у себя, а я на программе у себя вечером пришли. Я хозяйка хорошая, все это об этом знают. И я еще... Еще гу-го, если меня так при это... Ну, немножко там подлечите меня со спиной, что-то у меня так болит она. А вы хотите еще детей? Рад пришел. Вот все, если будете... 48 лет. Все может быть... Тогда если у женщины будут уже свои детки? Прекрасно. Два сына, у тебя две дочери. Подружились. Мне очень нравится, что он... Детский доктор принимает не только детей, но и мам. Тамара, что звезды? В первую очередь хочу сказать, что вы, конечно, лев до мозга костей, потому что Солнце, Меркурий и Юпитер во льве. И Солнце находится со звездой счастливой. Знаете, наверное, в жизни очень много наполеоновских планов, которые воплощаются. Но бывают упадения, а потом снова возвышения. А женщина, скорее всего, вам нужна подруга ученого, поскольку Венера в деве и человек, который умеет добиться результата. очень сильная, очень чувствительная, которая видит мелочи. Лена-то у нас тоже очень чувствительная. Я не совсем поняла на рожении подруга ученого, но все остальное полностью, по-моему, твой портрет. Знакомьтесь с первой, с манкой, с желанной, с нежной, с любящей. Может быть, правда такая сейчас вас и встретит. Проходите. Ты туда? Да. Заходи, Андрей, заходи. Здравствуйте, Андрей Петрович. Я очень рада. Я очень впечатлена. Спасибо вам большое, что такая у нас возможность случилась. Я надеюсь, что у нас все с вами будет здорово. Софья, 35 лет. Преподаватель в ВУЗе, пишет диссертацию, занимается скандинавской ходьбой и любит рассказывать анекдоты. Гордится тем, что стала победителем национального первенства по научной аналитике в педагогике. Мечтает получить степень кандидата педагогических наук. После того, как ее муж увлекся серфингом, направление ветра его стало интересовать намного больше семейных проблем. Софья надеется, что Андрей будет к ней внимателен. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы красавица. Я вам хочу сказать, а каким ветром вас занесло к мужчине, которого не интересовали вообще ни семейные проблемы, ни семейные дела? Вы знаете, он по своей сути очень интересный человек. А у меня такой вот как-то критерий к мужчинам. Их мало. И самое главное, это чтобы человек был интересный, наполненный. И поскольку он такой, он за что не берется, это серфинг, это уже, наверное, сейчас не актуальная информация. Он много всего освоил. И, конечно, с таким человеком было интересно поначалу. Но когда мы начали жить вместе, вот столкнулись с процессом... Ну, он оказался циником. Обстюбывал буквально все. Да. Вот это слово очень правильно. Да, да, да. Я терпеть не могу таких людей. Знаешь, которые уже зашутились до такой степени, ты не можешь понять, кто он на самом деле, какое его естество. Хочется сказать, остановись в мгновение, кто ты. Тем более, когда в семье. Ну, это правда ужасно, я вас понимаю. Марина, ну вот невеста достойная. Ну, мне кажется, она старше, чем 35 выглядит. Почему не собрали вещи, не ушли от нее? Ну, как вы что? Я собрала вещи, полуторагодовалого ребенка, и ушла к маме. Вы и родили в Небраде? Да. То есть он даже вам предложение не делал? Нет. А в графе отец что стоит? Прочерк. Ну, это вообще тоже, ну, это Лариса, вот тоже, вот он хороший, леплок мужчина был, но в конце концов тоже неуважительно. Значит, спать, рожать, все устраивает, а вот как поставить ему фамилию, тут... Кстати, ему некогда было. Ну, я думаю, что он и не настаивал. Навряд ли женщина добровольно откажется и будет за графу, отец прочерк. Да, конечно. Ну, она такая живая, вот. Ну, она женщина, похоже. А ты еще у нас как девочка. Да, я еще девочка. Вы категорически не приемлете в женщинах, правда, не поняла, в женщинах или мужчинах, жадность и мелкотравчатость. Мелкотравчатость. Вот такие интересы. Да. Это я не... Извините, я вас, может быть, перебью. Вы большая молодец, что у вас есть ребенок. Даже вот не слушайте. А я не слушаю вас сильно. без прочерка. Да, что вы, конечно. Это на всю жизнь счастье. а мы разве говорили, а почему вы, Софья, не сделали аборт? Не-не-не, мы тоже на каждой программе говорим, что дети, это прекрасно. Нет, мне кажется, ты ему больше подходишь. Она все равно такая строгая. Строгость чувствуется. Мне кажется, он меня уже ждет. Ребенка еще хотите? Это очень сложный вопрос. Почему? Я бы, например, от такого, как Андрей, рожала бы раз в полтора года. Лариса, когда она этого ребенка будет делать? Потому что я посчитала опять по вашей анкете, вы два-три, прям быстро, два-три раза в неделю научные статьи по три часа в день. Я просто потом высчитала, сколько? Три-четыре раза в неделю по полтора-два часа посвящаете детям, кружки, также преподаете в универе, пишете диссертацию в двух университетах. Я посчитала, в среднем, 11 часов у вас выходит в среднем на все вот это вот Детельно. С точки зрения физиологии достаточно три минуты, чтобы сделать ребенок. Сейчас прям три минуты. За три минуты это мы уж по-стариковски там что-то быстро, там сама-сама. А тут... Не, нам как раз три минуты не доставили. Вот, я прошу. Скажите, пожалуйста, вот вы уже самоутвердились, диссертации написали, попреподавали и так далее. Если на чашу весов будет прекрасная личная жизнь с достойнейшим из мужчин. Да, да, да. Либо вы будете опять колотиться для того, чтобы что? Нет, чтобы что, это совершенно... Я вообще люблю вот это чтобы что, пять интеракций, вот если ты отвечаешь на вот эти вопросы, а если ты на них, конечно, чтобы была семья. Насколько вы амбициозны, честно. Вот подружка пусть поможет. Очень сильно. Амбициозна, да? Очень, да. То есть сейчас говорит неправду? Ну, приоритет она расставит, конечно, но... Не знаю, мне кажется, она ему вообще не подходит. Ему нужна... Женщина более со свободным временем. У нее полностью не загружены. Да, и ребенок, и ничего. Да. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна, либо традиция. Ну, давайте традицию. Традиция. Есть такая, Софья? Да, у нас в семье традиция, это... Даже, я бы сказала, возведена в культ. Это культ образования, культ детей и культ еды дома. Спасибо. У вас готов сюрприз? Да, конечно. Покажите мне вас. Спасибо. Пойдемте. Ну, я почему-то чувствую, что вот они разные, совсем разные, а она его не цепляет. Может, древняя, женская, конечно. Учительница. Может быть, да, ревность какая-то, но мне кажется, я чувствую. Поскольку я преподаю в университете и владею игротехнологиями, являюсь еще игротехником, мы сейчас с вами попробуем сделать ментальные карты. Вы с вами пообщались, и о каждом из нас, у нас остались какие-то впечатления, эмоции. Я предлагаю вам их визуализировать. Вот смотрите, я буду делать о вас, писать свои впечатления. Вот здесь я пишу Андрей. И мои ассоциации с вами. А вы то же самое, только пишите Софья. Ассоциации буквально пять штучек. На самом деле, этот инструмент, он помогает быстрее запомнить что-нибудь. Это чтобы и вы меня совсем не забыли. Такой-то. Андрей Петрович, что вы пишете, нам рассказываете? Я пока еще ничего не пишу. Я пока пытаюсь нарисовать кружочки. Это сложная задача. Я пока рисую кружочки. Блин, он забавный. Все больше и больше мне нравится. Должен вам открыть секрет, и мы, Софья, одно из моих любимых имен по разным причинам. А-а-а. Вот. Но, наверное, все-таки я бы сказал так. Извините, Софья, очень бы хотелось все-таки не воспринимать так, но получается все-таки вы человек целеустремленный, у вас есть цель. Что он пишет? Диссертация. Диссертация. Но он пишет свои ассоциации. То есть то семантическое поле, которым была окружена я вот все это время. Он, мне нравится, что я аж краснею. Конечно, да. И сейчас представлю выходить. И вообще, вы знаете, еще одна семантическая ассоциация Дельтаплан. А почему Дельтаплан-то? Чтобы улететь далеко от нее? Вы знаете, я подумал, что Софье это до сих пор интересно. Я думаю, что действительно романтика, вот такая вот экшен, ей до сих пор интересен. И это то, что ее, наверное... грустновато. Спасибо. Спасибо. Девочки, проходите в свою комнату. Спасибо. Это вы можете оставить. Нет, это не оставить. Это мы планировали оставить на память. Спасибо. А мне его и очень понравилось. Ваши впечатления, Дмитрий, Герман, Лена? Мне она понравилась. Ой, в студии все было хорошо, все такие милые, особенно Елена Васильевна. Особенно Елена Васильевна. Я... Представляю вот меня на ее месте. Она встречалась с мужчиной, она из хорошей семьи. Она родила ребенка, она его оставила. Она не может сюда прийти, как мышка, на коленях умолять. Она свою жизнь сделала. Я таких женщин очень уважаю. Дмитрий? Порядочный, трудолюбивый, целеустремленный очень человек, такая цельная, с таким, я бы сказал, с мужским типом характера женщина. Герман? Она мне очень симпатична, но есть такое правило. В одну воду дважды не входит. То есть соревновательность в семье не приведет у Андрея Петровича ни к чему хорошему. Андрей? Очень славная, очень интересная, интеллигентная, образованная женщина, чудесная женщина. Что я могу сказать? Я, конечно, ее абсолютно согласна, подписываюсь под каждым словом. Сослуживица, приятельница, но не жена, точно, потому что она очень амбициозна. И в 35 лет, я думаю, она будет и в 45 лет, она всегда будет ни пара, ни одной. Амбициозна. Но ты же свою семью ставишь выше всего. Выше всех. Я 55 раз говорю, и я всегда говорю, папа лучше знает, наш папа, лучше обращайтесь к папе, семья для меня превыше всего. Поэтому я успеваю ночью готовить убирать, стирать, замораживать, чтобы было у всех домах детей. Софья этого делать не будет, потому что она о себе другого представления. Почему она так решила, что я этого делать не буду? Я это делаю вообще, просто я на это не обращаю внимания. Это первое впечатление. Это естественный процесс. Андрюшенька, а вот вы что любите такое вот есть? Какое блюдо вам было приятнее бы получить? Ну, подарок, я не знаю, вот гости, вот приглашу я вас в гости. Я мясо люблю. А мясо жареное с кровью? С кровью? Нет. А какое? Я все-таки люблю такое, да, достаточной степени прожарки. Тамара, как тебе Софья? Мне Софья понравилось, чтобы сейчас не ходить сидели и не зрели самим. Мне понравилось, просто для другого мужчины. Софья, конечно, козерог. Ваша роль в ее жизни это рост. Вот так я бы сказала, скорее всего. Она огненная женщина. И для семьи это очень хороший дипломат. Спасибо. У вас еще есть невеста? Проходите, знакомьтесь. Ну что, опять? Вам это даром не пройдет, друзья. Здравствуйте, Андрей. Меня зовут Марина, я приехала из Санкт-Петербурга. Я рада нашей встрече и надеюсь, наше знакомство будет так же приятным и для вас. Спасибо. Марина, 33 года. Владелица студии арт-маникюра. Рисует маслом, пишет стихи и любит рукодельничать. Гордится тем, что умеет любить. Мечтает о большой семье. Признается, что питает слабость к мужчинам с усами. Предупреждает, что воспитывает дочь Нова Лида. Муж отказался последовать за Мариной после того, как свекровь выгнала ее из дома с грудным ребенком на руках. Надеется, что Андрей станет для нее надежным тылом. Здравствуйте, девочки. Марина, у вас сегодня, конечно, уникальная возможность познакомиться с одним из самых завидных женихов с усами. Может быть, есть сразу к нему какие-то вопросы? Нет, я пока стесняюсь. Вот тут у него искорка пробежала. Мне кажется, это его типа с женщином просто. За что у вас выгнала свекровь с ребенком? Ну, за что выгнала? Может быть, она такая была властная и ревнивая сама по себе женщина. Смотрите, вы вышли замуж или не выходили замуж, когда выхилили с детьми? Нет, я не вышла. Так и не вышла замуж. Вы просто с ее сыном жили на территории вот своей якобы свекрови. В ее квартире. Но вам казалось, что она слишком многое себе позволяет, да? Да. Хозяйничает, может расставить вещи, как ей кажется, прийти со своим ключом. Было. Так это ее квартира, а вы не были женой. Ну, на тот момент меня это смущало. А вас не смущало, что у вас сначала появился ребенок, а предложение руки и сердца так и не появилось? Может быть, должен быть другой порядок? Сначала зовут замуж, потом знакомят родители. Я согласна, согласна. Именно так должно быть. Но мы хотели пожениться. Дело в том, что мы за две недели до свадьбы с ним расстались. Уже я была беременна. Видно, что она очень скромная такая и стесняется, так вот разговаривает. Миленькая такая, да? Как вы оказались в Санкт-Петербурге? В Санкт-Петербурге я оказалась по нескольким причинам, но главное было то, что дальнейшее обучение Поли здесь не было возможным. Там вышли обстоятельства со школой. Извините, спрашиваю я просто это. А что с Поленькой-то? У нее недоразвитие зрительных нервов, миопия высокой степени, вот не стагм, но я думаю, что это не его тема. Почему? Он же детский доктор, да? Ну ты представляешь, ты на работе работаешь, лечишь, и домой приходишь, лечишь. Вы не были замужем, у вас двое детей от разных мужчин, с которым вы штамп в паспорте не ставили и полюбили или нет. А почему за второго мужчину не вышли замуж? Я хотела, здесь я уже хотела очень и просила, и пыталась, и добивалась, и какую-то использовала там женскую хитрость, как на тот мне момент казалось, как мне советовали подруги. Вот и так поговори с ним. Когда уже были беременны? И уже до этого, потом уже была беременна, и он мне все говорил, ну, Мариночка, это не важно. Ну, Мариночка, вы знаете, мама не говорила, что это мужчина должен просить наши руки и наши сердца, да? И уговаривает нас, любимая, красивая, хочу твое продолжение, хочу, чтобы наш ребенок был похож на тебя, роди, умоляю. Ну, не было у меня такого мужчины. Ну, нет, девочки, она будет не его встречать с работой и расслаблять его, она будет смотреть за своей дочкой. Более детей. Там двое. Ну, тем более. Ваш мужчина, от которого вы родили второго ребенка, был скуп, тратился на себя, занимался своим любимым делом. Спортом занимался. Спортом занимался, да. А вы жили, ну, естественно, если вы из Краснодара, в его квартире. Да, да. С его бабушкой. Спасибо, бабушка. Он на вас не женился, ребенка вы родили. Да. И как оказалось, что у вас коммунальная комната в Москве? Да, он очень хорошо Полю еще принял. Вот меня что подкупило, собственно. Он до сих пор с ней... Вот он же вам сейчас помогает, да, материально? Помогает, да. Так что, ну, не скупой, получается. Нет, нет, не скупой. Ну, это называется «Все хорошо, осталось полюбить». Ну, согласна. Мужчины, кстати, отдаляются очень часто в таких ситуациях. Они не выдерживают. Потому что мужчины – это бойцы кратковременные. Они могут только в бой выйти, и зайти. Младшему ребенку сколько? 10 лет. Она живет с папой. А почему она живет с папой? Так получилось, что она пошла в спортивную школу. У нее там... Ей пророчат карьеру серьезную. В Москве. Она приходит к нам в выходные. Если бы вы не сказали, ваша дочь будет космонавтом. Но будет она жить у Елены Малышевой. Будете встречаться в Останкино. Она будет ее лечить. И будет все хорошо. Но только... Даже лучше, Ларисечка, чем с вами с нервной. Я сказала бы, нет. Это мое дитё, девочка. Она должна жить со мной и никак иначе. Почему? Почему у отца? Это... Чье это было решение? Это решение было непросто принято. Здесь я и ходила, разговаривала и с тренером, который здесь занимается. Послушайте, ну хватит. Да, и тренер говорит, это будет вторая, ну я не знаю, там... Винер. Я понимаю глубину вашего вопроса сейчас, да, но я хотела бы объяснить все-таки, как мы к этому шли. Это было непросто, действительно. Я понимаю... Не хотите забрать девочку? Нет. Ну я хочу, но так будет лучше. Не будет лучше, так будет лучше вам. Прекрасно. Нет, нет. Она приезжала ко мне вот буквально несколько дней назад. Девочка сейчас вступает в пубертат. Представляете, сколько у нее вопросов, комплексов. Каждый день вы должны знать про каждый прыщ ее, про каждую съеденную у него время булку, про всех ее даш-маш, про все эти ссоры. Ну о чем вы говорите? Она хочет жить с папой. Она хочет жить с папой. Тогда у меня вопросы, почему не с мамой? Ну, слушайте, как удобно ребенку. Надо думать, прежде всего, если ребенку это удобнее, и спортивная школа, и все. Тогда, Марин, вот смотрите, вам ваш бывший мужчина, от которого вы его родили, помогает сейчас с деньгами. Он откупается, он платит вам за девочку, которую он оставил себе? С какого вы припека ему? Вы ему не родственница. Ребенок живет с ним, он должен деньги платить на ребенка тратить. Почему вам помогает? Потому что он считает полю своим ребенком и платит мне часть элементов. У вас есть какие-то вопросы? Я думаю, что зря мы просим ее ответить на эти вопросы нам. Она должна, прежде всего, ответить на эти вопросы сама себе. Ну, послушайте, у нас ведь не называется программа «Будем великодушны». «Будем великодушны». Нет, она не называется, она называется «Давай поженимся». У нас есть на каждую невесту 8 минут, чтобы вскрыть эти проблемы, не решать их сейчас, потому что все проблемы из-за недоговоренности на берегу, потому что мы все прекрасны до брака. А потом вылезают бывшие мужья, бывшие жены с какими-то судами, с какими-то требованиями. Это выносит мозг, разрывает душу, и из-за этого мы разбегаемся. Бедная, ну вот, тяжелая у нее жизнь, с ребенком вот так выгнали ее в никуда. Не так, ребенок еще болеет. Да, еще инвалид. Жалко очень ее. У вас, Андрей, осталось два бонуса, «Свидание наедине» и «Скелет в шкафу». Ну что ж, давайте, мы уже и так скелеты вытащили, давайте вытащим еще один. Давайте, 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 посмотрим. Что-то такое тяжелое. О-о-о-о! Что же это за скелет? это такое? Это вы еще есть? Прекрасные сливы, да. Ну, как у тебя? Это заколдованные сливы. Это слива. Сливы-гранаты. Да, но это не скелет в шкафу, а скорее такой случай, Да, рассказывай. за который мне было стыдно. Однажды мы приехали со всей семьей в магазин, с большой тележкой, значит, нагрузили там продукты, вот подошли к овощам, фруктам. Я увидела под прилавком лежит очень много слив, вот они разбросаны, кто-то их там рассыпал, видимо, и люди ходят, их топчут, да, и вот они такие красивые, замечательные, и все равно они выбросятся, вот сейчас их все растопчут. И мне так стало их жалко, что я набрала себе полные карманы этих слив, и не заплатила за них, вышла вот так, вытащила из магазина, накормила детей. Это самый прекрасный поступок, который я сегодня услышала, и самый живой. Спасибо, мы правильно сделали. А сюрприз покажете? Да, покажем. Мы готовили вместе с Полем. Так интересно. Но у меня никогда не возникало такого желания, кстати. Вот смотришь, что-то нравится, но вот она какая-то чуть-чуть странная. Подарите любимым стройную фигуру. Диета Елены Малышевой. Набор готовой еды для снижения веса. Готовить не надо, все уже сделано для вас. Просто ешьте и худейте. Диета Елены Малышевой. Набор еды для снижения веса. Заказывайте на сайте dietamalushvoy.ru или по телефону 8 800 555 30 44. Я словно птица в небесах, отбилась я от стаи, куда лечу. И что еще порой не понимаю. Ведь иногда сил просто нет, чтоб крылья вновь расправить. И так велик соблазн упасть и бренный мир оставить. Кто среди грозных облаков мне верный путь укажет, к какой теперь породе птиц я отношусь, подскажет, поможет снова. Кто взлететь мне, одинокой птице, когда гроза и ураган, а камни не разбиться. Спасибо большое. Спасибо, девочки. Спасибо. Забирайте свою подругу и проходите в комнату. А у вас ведь еще подарок был. Ой, простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста, я переволновалась. Вот я такую картину нарисовала. Здесь изображен волшебный лес. И, собственно, вот я птица такая, чтобы он напоминал вам о программе, ну, а Полечке, мы так вместе похожи на эту птицу. Спасибо. А можно, можно секундочку? Извините, пожалуйста. Он всегда собран носит игрушки, потому что по всему останки наконсультируют детей. Да, и хотелось бы, вот действительно, девушке, которой Полине, которая нас очаровала, подарить такую игрушку на память. И, конечно же, мы хотим, чтобы вы к нам пришли обязательно на передачу, и мы будем стараться помогать. Спасибо вам большое, девочки. Спасибо. Да, я думаю, что это правильно. Это самое правильное. А он только так и мог поступить. Дмитрий, Герман, Лена и Андрей. К сожалению, это одна из таких тяжелейших, ужасающих, на мой взгляд, просто историй, которым, к сожалению, наша жизнь полна. Не берусь никак судить маму. То есть у меня все мое внимание было сконцентрировано на этой девочке. И сказать какое-то там суждение, пусть даже объективное, я не берусь в эту ситуацию. Герман? Я считаю, что только то, что женщина воспитывает ребенка с таким дефектом, уже требует уважения. Не плачь. Мама, ты просто переволновалась, понимаешь? Ты переволновалась. Я даже с тобой согласна во многом, когда ты говоришь эту страшную правду. Но я считаю, девочка вот эта заслуживает того, чтобы о ее маме говорили хорошо. Андрей? Я считаю, что любовь к детям это определяющая ситуация в жизни и мужчины, и женщины, и папы, и мамы. И однозначно ваша гостья заслуживает великого уважения, что она старается ради своего ребенка сделать как можно. ради второго тоже старается, хоть ты и права. Может быть, и там она старается. Она старается, но вот эти вот решения человеческие, ей надо принимать в своей жизни. И, наверное, пока она их не примет. Не приведи Бог кому-нибудь испытать такое, как испытывает Марина. Но у нее прекрасная девочка Полина. прекрасная. Прекрасная. Умница. Очень живая. Реагирующая. И, конечно, ей нужна мама. И, конечно, мама помогает ей. А кто, если не мама? Это наша обязанность. Это норма. И вторая девочка, которая живет, которая не инвалид, которая занимается спортом, также нуждается в маме, как и Полина, для того, чтобы не вырасти и не сформироваться в сломленного человека внутри. Она же жила все время с тобой. Это вот вы сейчас в Питер переехали, она приезжает. Ну как? Она же не живет постоянно с папой. У вас еще есть одна невеста? Уходите с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Меня зовут Елена. Очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Надеюсь, наше знакомство надолго. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена. 39 лет. Хостес в ресторане. Регулярно ходит в фитнес-клуб и мастерски готовит селедку под шубой. Гордится тем, что одна воспитала младшую сестру. Мечтает стать актрисой. Елена вышла замуж за иностранца и только спустя несколько месяцев узнала, что ее муж живет на две семьи. Надеется, что Андрей станет ей верным мужем. АПЛОДИСМЕНТЫ А это, судя по всему, та самая селедка под шубой, которую вы мастерски готовите. Я очень люблю ее, да. А кто же ее не любит? Я вот не умею селедку делать под шубой. Мне тоже плохо получается. Лена, кто был ваш муж в национальности? Турок. Что вас туда занесло? Мы познакомились с ним в Москве на Красной площади. Он был не такой, как все мужчины. Как-то ухаживал красиво, приносил цветы, подарки. Ну, пусть там недорогие, мягкие игрушки. Мне было приятно получать. А вы откуда еще? Краснодарский край, ей скажут. Я думаю, все в шоке, потому что это не то, что ему нужно, наверное. Ну, уж точно не в качестве жены. Вы выходите замуж и... А так вы ходите или не выходите? Нет, я вышла замуж, потому что мы... А по каким? По мусульманским или по славянским? Нет, мы просто вот расписались, пошли. У меня не было как бы и судьбного платья. То есть в муниципалитете ваша подпись? В общем, тогда... Почему ребенка не родили? Я просто боялась. У них есть такой закон, если нет гражданства, если у нас какие-то проблемы происходят, я выезжаю со стороны, мне ребенка никто не отдает. То есть сначала вы сказали гражданство, потом... Да, я получаю гражданство, потом будет ребенок у нас. А гражданство он вам не сделал, потому что выяснилось, что у него есть еще одна такая же Лена. Она его взбодрит стопроцентно. Вот эта девочка какая-то. Почему пустышка? Да потому что. Посмотрите, что она говорит, что она. Послушаю я сама. У вас остался один бонус. Минута наедине. Проходите, пожалуйста. Аселета, подшубы вы спутите в комнату. В комнату. Обязательно, Аселена. Я вам даю этот бонус. Селена, я могу дать свою. Потом. Потом. Вот в эту комнату, да? Сходи. Сюда? Не, не, не сюда. Адрюш, вот сюда. Давай помимо. Нет, не я. Почему ты не спиел? Можно добавку? Я прямо... Я думаю, что у вас, в общем-то, все шансы найти себе прекрасных мужей. Зачем мне прекрасные мужья? Мне нужен один. Один, хорошо. Но вот какие критерии? Ну, мне вот нравитесь вы. У вас жизнь такая насыщенная, насыщенная и... Не знаю, вы смелы, решительны. Ну, вопрос в том, что такой человек, как я, скорее всего, не сможет уделить вам столько внимания, сколько вам бы хотелось. Ну, я не думаю. Это вам так кажется. Я человек с большим количеством желаний, потребностей и работы, и меня нужно принимать в этом отношении. Ну, я согласна удовлетворить ваши требования. Скажем так. Вы проходите, пожалуйста, я для сюрприз затребляюсь. Вам. Ой, я даже не знаю еще какой сюрприз. Я говорю, селедку пошла, вторую порцию готовить. Так а зачем? Ну, как зачем? Чтобы всем хватило. Кто чем берет? Ну, что, сходили? Где невеста-то? Пошла готовить сюрприз. А-а-а. Решила не возвращаться. Да. О-о-о. Все, сюрприз готов. Проходите. Я могу сказать, что... Проходите, дольфа. Не бойтесь, сидите. Андрюш, вас приглашают. Можно вас на сцену пригласить? Королевые заработки. Лена, должен вам сказать, что фонендоскоп так не носят. Да, правда? Извините, пожалуйста. Фонендоскоп одевают по-другому. Научите меня, пожалуйста. А в фильмах для взрослых носят так. Вот. Я, видимо, не в теме. Вы не в теме. Присаживайтесь, пожалуйста. Андрюш, садись, не бойся. Мне страшно. Нет, вы что обдрюхи? Это мои глаза. Ну, нахуй. Как объяснить ребенку, если мама в костюме медсестры попить неплохо, Ну, расслабьтесь, ну что вы. Я? Не в очки. Не в очки. Очки. А как же я вам буду? Я не знаю. Не надо. А ничего не нет. Тогда, тогда будем так. Да. Вы смотрите, вы мучите, что ли? Значит, я тебе не слисться. Ну что вы, вы смотрите. Спасибо. Спасибо. Молодец, Лена. Правильно, разглядела обстановку. Девчонки, забирайте свою подружку, она вот такая красавица, а селедка под шубой просто... Да, Лена, хорошо. Вот, иди. Он такой скромный, он такой всего боится, он там столь и ездит, я не знаю. он очень распереживался и расслабиться он не смог. Дмитрий, Герман, Елена, Андрей, что скажете? Ну, сейчас я скажу мое суждение. То есть, конечно, это... Есть дома приличные, а есть дома публичные. в жизни очень важно двери не перепутать. Она себя чувствовала некомфортно, она себя чувствовала в этой роли неорганична, и это не ее. Она простая девчонка, которая упустила возможность, никто не подсказал... Младшую сестру. ...которая воспитала младшую сестру, которая никто не подсказал, что нужно по-другому, что не все мужчины, которые любят мясо с кровью, понимаете, есть еще и другие. А девка, она неплохая. И это не норма. Я думаю, на первый и последний раз вот это вот что-то по-дурацки пыталась очень жалко сделать. А, Андрюшенька, а вы у нас такой жених-то. Смотрите, к концу программы привередливы стали. Первая невеста она была, ну, слишком, как говорится, это холодновато. Нет, Андрей не сказал ничего про нее. Нет, так а зачем говорить-то? Она очень понравилась. Говорить-то зачем-то? По нему и так видно, мы все-таки сама говоришь, как рентген. Леночка, слишком для вас жарковата. В принципе, правильно, аппетит приходит во время еды. Он перепугался. Я таких скованных мужчин еще вообще не видела. Как ни странно, совпадений у вас может быть много именно физических, каких-то внутренних, скрытых, действительно, от посторонних глаз, те, которые касаются интимных отношений. Но вы можете для нее стать вот таким строгим отцом, понимаете, вот который действительно даст человеку понимание жизни, системы, потому что ее Сатурн связан с вашими львиными показателями, Сатурн во льве с белой луной. Друзья мои, советуйтесь, уже пришло время выбирать. Андрей, я тебе только хотел бы добра в жизни и счастья семейного. какие ты будешь решения принимать. А я тебе хочу спутника жизни, который тебя всегда... Спутница, спутница жизни, которая будет тебя всегда понимать. Это то, что нужно тебе. Я хочу сказать, независимо от того, выберите вы тут кого-то или не выберите, помочь мы должны вот этой семье с девочкой и той ее части, которую мы не видели с папой и со второй девочкой, потому что им больно было, многое здесь слушали. Мы всех пригласили к себе в программу. В любом случае, Андрей, мы поддержим ваше решение. Проходите. Мне все равно, кажется, ему первое очень понравилось. Как говорится, ну, говорили, в одну воду дважды не входят. Но мне кажется, он все равно выберет себе ближе по духу. Я приглашаю всех выйти и поддержать решение Андрея. Пойдем. 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 Пойдем, да? Пойдем, поприветствуем. Сядьте. Во-первых, мы хотели тебе сказать, у тебя чудесная мама, лучшая мама на свете. И тут ставится точка. Она очень честно живет свою жизнь. И ты это должна знать. Во-вторых, мы тебя вместе с мамой приглашаем к нам на программу. Мы хотим пригласить еще вашу дочку с папой, потому что я так понимаю, Всю семью. Всю семью вашу. Пожалуйста, приходите к нам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова